кто это такой здравствуйте здравствуйте кто и откуда назовитесь александр где живете запорожская область это украина да так слушать у вас спросить спросить за я видел ваши видео за крещение полное погружение минутку подождите звонят говори спаси христос отошел продолжайте говорить спросить за полное погружение хотел у вас так скажите потом вы в моем мире имеете страничку мой мир да а вы в друзьях с вами нет да вы только выйдете вопрос задайте чтобы я вас видел я вам прикреплю материал на крещение полный потому что тут он не входит там все все из святой библии каноны житья святых и святые отцы без полного погружения нет крещения не считая три таких экстраординарных случаях когда человек раздавленный лежит и в больнице в тюрьме или в степи у татар в плену все ясно а вот если родители не помнят как мне даже и трески шестой вселенский собор вы у вас маленько записывайте что я вам говорю бумагу возьмите вот момент когда вы не знаете крещеный или нет неизвестность шестой вселенский собор поставьте шестой вселенский кратко 84 правило мы православные поэтому придержимся правил канонов там говорится если ты не имеешь достоверных свидетелей немало не сомневаюсь прими крещение хотя бы она была и вторым есть свидетели просто не помнят меня в револе или полностью у нас ни одного в общине нет чтобы был неуверен или как-то неуверен это попадает под это правило если ты не уверен а был крещен и тебе это не победит а если ты не уверен и продадеялся ты не крещеный ты мне царствие божие окажешься это слишком великий риск а если у нас тут нигде не крестят полное погружение как не быть там ну два варианта хорошо искать или приезжать к нам ну к вам возможности пока нету я студент есть варианты другие больше я не знаю какие у нас к нам приезжали из германии это подальше вас приезжали не один год и все покрестить с казахстана но это поближе то есть со всех республик откуда только можно было трудно найти священники боятся и а у нас свободно это крестится говорят что второй раз как бы второй раз у вас первого то и не было но они не понимают я вам ответил больше к этому добавить нечего зайдите на листик я вам скину все материалы что об этом говорили святые отцы какие каноны все однозначно говорят я привожу 136 свидетельств а на той стороне что не крестите ни одного нету ну тут не тянет 136 к нулю хорошо спасибо слава христу у вас вопрос еще какие то есть слава еще хотел за матерь богу спросить давайте как бы было не помню точно место в библии там где бог говорил ученикам креста что это сын мой я его родил получается что бог его родила но и она родила она говорят матерь боль матерь а может то есть один раз рассказали как а когда пришла матери и братья он сказал твоя матерь стоит она улет моя матерь это те кто исполняет боль но это не означает что на трехся от нее когда он умирал он говорит ивану богослову все матерь моя матерь моя он с креста говорит вот определенный говорит о ней а там сказал вообще кто слушает то есть образно образно мы все дети царя на какого царя у меня отец пастух был мы назовемся священниками я не священник надо понимать где в аллегорической форме говорится где буквально бог человек богочеловек христос и поэтому рождение его по человечеству и по божеству по божеству безначально и по рождеству а сейчас отправляем рождество а вот как святым молятся это вообще можно святым молиться или так что значит можем можно как говорится что не обращаться обращаться сначала надо узнать живые они или нет а узнать как бог скажет как святая библия нам говорит об этом говорится 12 глава вы записываете первое послание коринфянам мы сейчас с вами про я вам сейчас прочитаю и вы на этом посмотрите как пах первое послание коринфянам глава посмотри так Двенадцатая глава, двадцать третий стих Кевреем Кевреем, Кевреем Простите, пожалуйста Кевреем Кевреем, двенадцать двадцать три Ну, чтобы понять, о чем говорится Маленько пораньше нужно посмотреть Двадцать второй стих Но вы То есть верующие Приступили к горе Сиону И к ограду Бога Живого К небесному Иерусалиму Как мы приступили к небесному Иерусалиму? Ну как, в молитвах И дальше эти мамы ангелов Как мы приступили? Ну мы на земле ангелов не видим, в молитве Потом, к торжествующему собору И церкви первенцев Написанных на небесах И к судьи всех Богу И к духам праведников Достигших совершенства Мы приступили к молитве Другого у нас способа нету И так было всегда И к духам праведников Да Это Не к самим праведникам Потому что они умерли А слово праведников в родительном падеже К духам, которые принадлежали праведникам Которые на земле жили И они достигли совершенства И мы приступили к ним Как? А дальше И ходатай Нового Завета Иисусу Как мы приступили? Ну в молитвах В молитвах Дальше говорится И отсюда делаем вывод Что и к ним приступили мы в молитвах Вот я молюсь апостол Павел Моли Бога о нас Так а разве можно? Но апостол Павел говорит По ходатайству многих Чтобы я был возвращен вам Он просит, чтобы за него молились Мы просим апостола Павла Но если он на земле еще обременен Был этим телом, слышал То если он будет на луне, то услышит Для молитвы нет препятствий И поэтому нет препятствий смерти Потому что он остался тот Мы обращались они к телу, а к душе Тут все очень просто У человека есть душа Вот так А вот у меня есть книжки Старец Паисий Святогорец Афонский монаст Знает, когда его Не повредит читать такую литературу? Как она может подвесить? Считай Ну мало ли что-то Разное ли Ну надо смотреть конкретно Вот смотрите Откровение 6 глава 9 стих Запишите Откровение 6-9 И когда он снял пятую печать Я увидел под жертвиком души Убиенных За слово Божие И за свидетельство, которое они имели И возопили они громким голосом Говоря Доколе Владыка Десятый стих Доколе Владыка Святые истины Не судишь и не мстишь Живущим на земле За кровь нашу То есть они знают, что на земле делается Что кровь еще не отомщена И даны были каждому из них белые одежды И сказано им То есть это живые Чтобы они успокоились еще на малое время Пока и сотрудники их братья Которые будут убиты Как и они дополнить число Вот пожалуйста Что души живые С ними разговаривают И к ним обращаются И они вопиют Нам не надо ничего придумывать Так что учение православной церкви Что мы можем обращаться К декстишим совершенству Имеет под собой Очень сильное основание А если вопрос зададите так А если я не буду молиться То Бог меня что не услышит Да нет Это ваше право Молиться или не молиться В догмат это не входит Я понял Спасибо Да Слава Господу Еще что-то есть у вас? Слава Иисусу Господу Давайте Ну так Что еще Ну вот например Как считают православные много людей Что кто в православной церкви Кто только может спастись И все А остальные Нет Только надо быть в православии Нет Это не написано Я вам отвечаю По святой Библии Дело в том Что когда ко мне обращаются Я не считаю Что они ко мне обращаются Вы хотите получить ответ от Бога Я показываю где написано Я же своего то не даю вам нигде Да Вот И чтобы вы получили такое В Библии этого нет Спасает не православие А спасает Бог Но мы знаем Что вне церкви Нет спасения Это определенно Это деяние апостола 2 глава 47 Седьмой стих Господь ежедневно Прилагал спасаемых церкви 2.47 Деяние Деяние апостолов Если без церкви спасения Прилагать не зачем Прямой вывод отсюда А в церкви Это только там Где есть истина Рукоположенная Епископат От апостольских времен Если этого нет Это не церковь Секта Она появилась позже На 17 столетий И Какие бы они Хорошие не были Они говорят Они говорят Что мы не секта И церковь Это вообще не организация Это тело Иисуса Христа И не важно Ну хорошо Сколько церквей Христос говорит Я создам церковь Раотада не одолеет ее Матфея 16 глава 18 стих Запишите себе Матфея 16-18 Да Он создам А когда создам В Сионской горнице Первая часть Вторая В доме Корниля Все Он не сказал Что пройдут века Церковь Заболеет Или умрет А тогда новый Лютер будет создавать Или баптист Этого нет нигде Это обман Церковь остается Всегда святая И порочная Столк в утверждении Истины А мы где Трое собрались Ну вот общество Организация Может быть Но не церковь В церкви Должен быть епископат Узаконенный От Христа Ему идущее Рукоположение Друг о другом Непрерывно Так было всегда С первого дня И по другому Никогда не А вот сейчас популярно Популярно Отвечает Много верующих Говорят Это мне так Иисус Христос Ответил в молитве Я просто думаю Как они определяют Что это точно Ответ от Бога Я вот у них спрашиваю А они ответ не могут Точно дать Ну это кто С пятидесятников В основном Такие вот Ну я вам могу ответить Я думаю Я спрашиваю Вот как ты Решил это Я вот у них спрашиваю Вот как ты Определил Что это ответ от Бога Ну не толком Ответа не дают Никакого Ну да Они говорят Ну если бы ты знал Его Голога Ты бы не перепутал Вот и весь ответ Ну я не спрашиваю Они не церковь Они не церковь Александр Хорошо это помни Это главный вопрос Они не церковь И поэтому разговаривать Больше не о чем Они хорошие Замечательные люди Работники хорошие Но они не церковь В церкви Обязательно должна быть Трехчинная иерархия Епископы Пресвятеры Диакона И меньше Благословляется Большим А какой больше Когда они все одинаковые Они не в церкви Они все напротив понимают Отличие Отличие Говорите Ну я думаю Что после жатвы Будут Как бы все Возьмутся Так что После жатвы Все возьмутся Ну вы говорите Тысячелетнее царство Что Я думаю Что потом После суда Будет У них заблуждение Сплошное Какое бы место Толкование Не взял Заблуждение И особенно Определяется По отношению К иконам Для них это Идолы По отношению К церкви И тысячелетнее царство Я выделил Три бунта Которые точно Показывают Что это еретики А вот Они говорят Не должно быть Учителей Что мы все равны Погромче Говорите Я плохо слышу Они говорят Что не должно быть Учителей Что мы все Брат Я вот так Они отвечают Не должно быть Господь так установил Нам спорить не надо Господь установил Ну что вы Христос Сказал Ну что Что он наш брат Христос Ну и Христос И я Это разница Ну нельзя так Это совершенно Спроси Ну да Вот они говорят Что Шестая глава Шестнадцатый стих Пророка Иеремии Остановитесь На путях ваших Иеремия Шестнадцать И расспросите Где путь древний Путь добрый По нему идите Путь древний Это апостольский А это секта Они как Плесень Возникает И возникает Новая И все по разному Нам зачем За ними гнаться Или разговаривать Вон еретик Отойди от него После первого Второго разумления Отвращайся Ясно Вот так Они Библию Откуда имеют Вы их спросите Если будете разговаривать Скажите А как вы узнали Что в Библии Четыре Евангелия Должно быть Их было Около Двадцати Евангелий А я тут Кто Кто выделил Четыре Это Евангелия Матвея Марка Лукьяна Когда на самом В то время В первом веке Около двадцати Евангелий было Евангелия от Фомы Евангелия Басилиска Евангелия от Евреев Даже Евангелия от Иуды Было Это церковь Святая церковь Церковь вселенская Выделила Определила канон А дальше На русском языке Они имеют Библию А кто ее перевел Опять же церковь православная В 1876 году Мы знаем переводчиков Их имена Они никого не могут назвать Они пользуются чужим И поносят неблагодарное Ясно Ну что-то Я вроде Пока все спросил Ну вот Может будут еще вопросы Ну если вопросы будут Вы наберите вопросов 10 Если у вас будут товарищи Которые с вами заодно Или там Даже не согласны Тогда вместе подойдете И сделайте запрос Запрос не звонить А сначала меня спросить Я свободен или нет По скайпу Потому что у нас бывает Тут моление идет И люди бывают И просто Я не смогу никак А если вопросы То у вас будут хорошие Мы постараемся узнать А вы молите Чтобы Господь вам ответил Хорошо Мы ссылаемся на святых отцов На канон А у них ничего этого нету Сколько голов Столько умов Потому что Они еретики Держись Святой православной веры В ней полнота Полность Входи на ей спать Причащайся Ну все тогда Александр Мы были сразу так Все да До свидания Ну хорошо Отключай До свидания Слава Богу Как сюда Депутат Петровс Или что Нет Запорожье Запорожье Ну давай Снимем Все Все Спасибо Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры